Сегодня мы закрываем люки в Прогрессе и станции. Корабль Прогресс это наш грузовик, который доставляет нам все необходимые грузы, питание, одежду, воздух, азот, воду. А обратно на него мы складываем отработанные какие-то продукты, одежду, все то, что уходит у нас в отходы. И в общем-то и далее отстыковывается корабль и сгорает в плотных слоях атмосферы. Вот сегодня наш командир станции Максим Сураев будет закрывать на ваших глазах люк корабля. Здесь же у нас в СО находятся два скафандра, в которых очень скоро, 22 числа, будет осуществлен выход. Это специальный выход, запланированный также для Максима Сураева и Александра Самокутяева. Вот этот вот скафандр Орлан, это скафандр для Александра, и командирский красный скафандр, это скафандр для Максима. Будет выполнен ряд специально поставленных задач, с которыми, я уверена, ребята очень хорошо справятся. Выход это всегда очень сложное, ответственное дело. И необходимо быть очень сильным, мужественным человеком для того, чтобы выходить в открытый космос. Не так давно у нас работали американцы. Буквально вчера они делали свой второй выход в открытый космос. Я могу сказать, что они успешно справились с этой задачей. Я на все 100% уверена, что наши ребята также справятся с этой задачей отлично. Скафандры очень надежные. Скафандры конструируют НПО «Звезда». Все, ничего. Пролетишь? Ну вот, все люки закрыты. Теперь нам остается лишь ждать, когда будет отстыковываться корабль «Прогресс». И будем ждать следующего прогресса с подарками, с едой, с одеждой, с водой, воздухом, что очень важно у нас здесь на станции. И спасибо предприятию «Звезда», которое делает для нас отличные скафандры. Они очень надежные. Сейчас мы с вами находимся в модуле ФГБ, и в этом модуле хранится очень много чего. В общем-то, мы используем его фактически для хранения, например, таких вещей, как контейнеры с продуктами питания. Такие контейнеры доставляются на корабле «Прогресс» для каждого члена экипажа. И в этом контейнере находится вся еда, которая доставляется нам с учетом предпочтений каждого члена экипажа. Здесь же находятся бонусные контейнеры с едой и также специальные, как я их называю, космические ведра, так называемые «ЕДВ». Это ведра, в которых мы храним воду. Вода доставляется нам грузовиком «Прогресс», и у нас есть возможность заполнять вот такие ведра водой, которую мы потом потребляем в пищу, которую мы пользуемся для своих непосредственно нужд и для нужд определенных систем нашей станции. Здесь же располагается аварийное оборудование, так называемые аварийные маски, которым можно перекрутить специальные картриджи. Например, вот такие пожарные картриджи. К сожалению, я не могу их открыть, там все герметично упаковано. И тем не менее, это то оборудование, которое позволит нам спастись в случае, не приведи бог, если у нас вдруг на станции возникнет какой-то пожар или дым. И здесь же есть специальные картриджи в случае утечки аммиака, так называемые «Аммония картриджбэк». Здесь хранятся картриджи, которые мы будем навинчивать на противогазы в случае утечки аммиака. Мы, конечно же, очень тщательно отрабатываем все ситуации, аварийные ситуации по пожару, разгерметизации, утечки аммиака. У нас проходят специальные треггировки на борту для этого. И у нас есть специальное тренировочное оборудование, тренировочные противогазы с картриджами, которые мы одеваем, треггируемся, отрабатываем сценарии в зависимости от поставленной ситуации. Далее у нас находится зона, которую мы используем для утреннего туалета, где мы можем почистить зубы, причесаться, умыться, сделать все то, что нам необходимо будет потом для нормальной работы в течение всего трудового дня. Вот перед вами эта зона, где мы проводим утренний туалет. И здесь мы можем увидеть с вами специальный набор комфорт 1М, про который я вам говорила. В общем-то, вот так он выглядит в развернутом виде, где внутри находится, ну, например, специальный такой кармашек. Все смену кармашек зубной пастой, например. Либо же специальный косметический крем. Ну, и остальные принадлежности, которые нам необходимы. Многих интересует, какими средствами, допустим, мы пользуемся при мытье головы. Вот у нас разработаны для нас специальные средства для волос. Оно называется Аэлита. Оно, это средство несмываемое. И оно на основе растительных компонентов с витаминами и биоактивными составляющими. В общем, замечательно совершенно средство. Средство на наших, на российских травах. Тут, по-моему, более 30 трав. Я хочу сказать, очень практично. И, вы знаете, замечательно пахнет травками. Так вспомнить запах травы, луга. Великолепно. И прекрасно очищает волосы. Здесь же у нас вот такие полотенца. Самые обычные. Наши земные полотенца, которыми мы пользуемся. Конечно же, есть салфетки. Есть полотенца другого типа. Вот такое вот вафельное полотенце, которое мы можем использовать как в сухом варианте, так и во влажном. Есть пакеты. Они находятся внутри вот таких вот упаковок. Вот эта упаковка для полотенец влажных, которые уже являются мокрыми. Они пропитаны специальным составом. А внутри, кстати, есть вот такие пакеты, в которые мы можем поместить сухое полотенце. И далее, заполнив горячей или теплой водой, использовать для нужд. Нужд в целях умывания. Вот, в общем-то, все салфетки, полотенца и все то, что мы используем для гигиены, оно приходит вот в таких упаковочках, которые располагаются у нас вот здесь над люком. Полотенца влажные, влажные салфетки, полотенца сухие. И, в общем-то, все средства для мытья головы, средства для чистки зубов, все у нас есть. Если посмотреть далее, то мы видим немного дальше американский сегмент, но мы сегодня не будем беспокоить ребят, потому что у них вчера был очень тяжелый день. У ребят был выход. Они очень устали, они выполнили очень много поставленных задач, и сегодня у них выходной день. Еще мы иногда используем вот такие вот пакеты. Это не наши пакеты, это пакеты американские. Они заполняются водой, и мы их используем, например, для чистки зубов. Можно выдавить даже капельку и посмотреть, как ведет себя вода. Попробую это сделать. Попробую это сделать. Здесь у нас располагается обеденная зона, где мы можем позавтракать, пообедать, собраться вечером, посмотреть какой-нибудь хороший фильм, попить чаю, перекусить, в общем-то. И это заставляет нам радость и удовольствие. Здесь специальный есть блок раздачи и подогрева воды, который мы ласково называем наш чайничек, где мы можем развести вот такую вот сублимированную еду. Это сейчас у меня в руках суп-пюре овощной, который, в общем-то, вы понимаете, что такое сублимированный, то есть полностью обезвоженный. Мы можем заправить вот этот вот пакет. Сейчас я это сделаю на ваших глазах горячей водой, чтобы получить полноценный, очень вкусный, я вам доложу, суп. Делается это примерно так. У всех вкусы разные. Мы предпочитаем кто-то суп, кто-то консерву, кто-то, в общем-то, предпочитает рыбу, мясо. И все эти продукты питания доставляются нам к грузовиковому прогрессу. Мы заранее выбираем, делаем апробацию, заполняем специальные анкеты, где указываем, что нам нравится, что, в общем-то, мы хотели бы получить в большем количестве. Кто-то предпочитает, опять же, я повторюсь, рыбу или мясо, кто-то любит супы, кто-то любит молоко, кто-то чай без сахара, с сахаром. В общем-то, вкусы у всех совершенно разные. На блоке есть специальный носик, на который мы надеваем достаточно плотно наш пакет. Открываем специальный клапан и включаем клавишу подачи воды. На пакете есть специальный обратный клапан, который не дает воде вытечь обратно. И вот такими вот движениями мы разгоняем все содержимое пакета. Сейчас суп настоится, и его можно будет кушать. По другой стороне есть, скажем так, специальный пластиковый патрубок, через который, в общем-то, пища поступает в организм. Вот, например, так выглядит чай. Пакет и чайный пакетик внутри. Идем мы специальными такими космическими ложками. Помните, как в кино. Взяли космические ложки и стали есть настоящую космическую кашу. Настоящая космическая каша у космонавтов тоже есть. И вот такие вот ложки специальные с длинной, с более удлиненной второй частью. Она очень удобна, потому что кушаем мы из пакетов, и чтобы можно было достать и сесть сюда конца. В общем-то, вот сделана такая удлиненная ручка. А чуть дальше вы видите мою каюту. В общем-то, очень многих интересует, а как же космонавты спят в невесомости. Я вам сейчас немного покажу и расскажу. В каюте располагается специальный спальник. Этот спальник вот на таких вот веревочках крепится к стене. В спальнике есть сменная часть, в общем-то, которую мы можем поменять. Такая специальная вставка. Которую мы периодически меняем с определенной частотой. В спальнике есть специальное отрезствие для рук, что тоже, в общем-то, очень-очень удобно. Вот и весь секрет. Также в каюте есть все необходимое, что может мне пригодиться. Это массажные щетки, например. И такие вот книги, которые мы можем почитать перед сном. Вот такие вот часы. Здесь же мы храним наши специальные тетради для записи, где мы можем делать какие-то свои пометки, свои записи, свои воспоминания, ощущения, впечатления, в общем-то. Например, когда мы прилетели на станцию, мои первые ощущения были, в общем-то, совершенно незабываемы, потому что я ощутила полнейший восторг, когда сюда попала. Невесомость – это нечто потрясающее, когда вы можете вот так оторваться, взлететь. И это небередоваемое чувство. Если вы помните, когда вы были маленькими, возможно, уснились со сны, как вы летаете. И вы просыпались и думали, вот вы знаете, как это сделать. Но у вас ничего не получалось. А здесь я смогла свой сон воплотить в реальность.